Здравствуйте! В эфире передача «Разговор по существу». И сегодня мы беседуем с руководителем Управления Федеральной антимонопольной службы по Магаданской области Мариной Романенко. Марина Анатольевна, здравствуйте! Здравствуйте! Марина Анатольевна, 2020 год был сложный для всех. Скажите, пожалуйста, как пандемия повлияла на деятельность вашего ведомства? Да, 2020 год был очень своеобразный, все с радостью его проводили. Для нас он непростым стал не в марте, когда начался карантин во всей стране, а еще в конце января, когда только перекрыли первый раз границу между КНР и Российской Федерацией. И если вы помните, тогда Дальний Восток ощутил устроен нехватку продуктов питания. Прежде всего это был Хабаровский, Край Приморья, Еврейская автономная область, Амурская область. И на тот момент уже активизировались территориальные органы, все прежде всего дальневосточные. И начался мониторинг цены продуктов питания для того, чтобы жители всех наших регионов не попали в ситуацию, конечно, острого дефицита и резкого роста цен на эти продукты. Ну и уже в период карантина эта работа была продолжена. Был введен мониторинг также и на средства защиты, тогда тоже ощущался острый дефицит на эти средства. Значит, ну это, скажем так, побочная, но текущая деятельность управления. В целом же, конечно, карантинные меры наложили определенные ограничения и на саму внутреннюю деятельность управления. Несмотря на то, что был локдаун объявлен по всей стране, мы как орган власти не прекращали ни на день своей работы. Более того, в период как раз апреля, мая было введено даже дежурство, то есть мы работали и по выходным в том числе, для того, чтобы постоянно держать руку на пульсе. Скажите, пожалуйста, что касается очных приемов, можно ли сейчас, например, попасть к вам на очный прием? Значит, на сегодняшний день очный прием не ведется в связи со всеми карантинными мерами, которые введены в нашем регионе. Но мы даем обратную связь, то есть к нам люди обращаются и по электронной почте, и в письменном виде. В прошлом году мы проводили в режиме онлайн публичное обсуждение правоприменительной практики, где, в принципе, в режиме реального времени также каждый желающий мог задать вопросы. Поэтому, в принципе, несмотря на то, что очный прием граждан предприятий на сегодняшний день не ведется, тем не менее, вся работа, так как она не прекращается, она продолжается. Ну, если подводить в целом итоги 2020 года, как я уже сказала, наш орган не прекращал работу ни на один день. Поэтому, если, например, даже брать по цифрам, практически не изменилось количество заявлений, рассмотренных по итогам 2019 года и 2020 года. Разница на 20 заявлений – это несущественная. То есть, если в прошлом году мы рассмотрели 271 заявление, то в этом году 247 по всем видам контроля. Больше всего заявлений мы, конечно, рассматриваем в сфере госзаказа. Очень много жалуются участники. Опять же, несмотря на то, что было очень много закупок в рамках чрезвычайных ситуаций, противоковидных закупок, тем не менее, участники закупок продолжают жаловаться. И, в общем-то, в прошлом году у нас было рассмотрено 168 заявлений и проведено 42 внеплановые проверки. По другим направлениям контроля – это антивнопольное законодательство, нарушение законодательства о рекламе. Также количество заявлений практически осталось в неизменном виде. И, значит, выдано было единственное, что больше принято меры реагирования. То есть, если в прошлом году мы выдали всего 6 предупреждений, то в этом году их было 11. Ну и большая часть из них – это в отношении органов власти. Что касается денежных взысканий, которые мы собрали по итогам прошлого года, то общая сумма всех уплаченных штрафов составила порядка 9 миллионов. По сравнению с прошлым годом это было 3 миллиона 800 тысяч рублей. Значит, ну и количество наложенных штрафов также выросло на миллион рублей. Ну, так как мы орган, в общем-то, не карательный, все-таки мы позиционируемся как орган предупредительного контроля, то эти суммы и для нашего региона в том числе, они довольно внушительные. Ну, ряд значимых дел было рассмотрено в прошлом году, выиграно в судебных инстанциях в прошлом году. И, конечно, хотелось бы обо всех них рассказать, но остановлюсь на самых значимых, ну и, может быть, важных для жителей региона. Еще с 2018 года тянется у нас дело в отношении Камчатской ветлаборатории. И в чем была суть? Когда Магданская межобластная ветеринарная лаборатория присоединилась к Камчатке и стала филиалом, то что сделало руководство? Оно не стало оставлять тот прайс, тот ценник, который был у этой организации, а просто поставило свои цены, те, которые считало нужны. И так случилось, что отдельные анализы стали дороже не просто в раз или в два раза, а в десятки раз, то есть, например, увеличились с 200 рублей до 1500. А что за анализы, которые делает ветлаборатория? То есть это наши фермеры, которые везут свою мясную продукцию, молочную продукцию на анализ. Это и плодовощная продукция иногда делается там анализ. Это и владельцы домашних животных, которые делают анализы своим питомцам. То есть, соответственно, это в конечном счете все закладывается в конечную стоимость продукта, за который платим мы с вами, обычный потребитель. Соответственно, этот вопрос стоял у нас на повестке дня, и было рассмотрено дело нарушения темнопольного законодательства, выдано предписание. Организация снизила свой ценник, цену на свои услуги. И, собственно говоря, это не помешало ей пойти в суд для оспаривания нашего решения предписания. Но суды обеих инстанций поддержали наше решение и оставили его в силе. И, собственно говоря, организации пришлось не только снизить свои цены и привести их в соответствии с нашими требованиями, но и заплатить существенный штраф за нарушение антимонопольного законодательства. Еще один пример, опять же, что касается непосредственно жителей региона. В конце прошлого года, в октябре месяце, была увеличена стоимость проезда по маршруту Магадан-Аэропорт-Сокол. В целом, казалось бы, не очень существенно. Там со 127 до 150 рублей это повышение произошло. Но повышение произошло не только на общем маршруте, но и на промежуточных маршрутах. От аэропорта до поселка Сокол, от поселка Сокол до поселка Уптар. Там уже стоимость выросла в разы. Например, с 6 рублей до 20 рублей. Это, в общем-то, если люди постоянно пользуются этим маршрутом, довольно существенно. Но и сама стоимость, почему рост ее произошел? То есть с 2012 года у нас произошло дерегулирование тарифов на данную категорию услуг. То есть если ранее эти тарифы устанавливались государством и правильность их установления проверялась государством, то с 2012 года предприятие самостоятельно устанавливает цену на эту услугу. И в 2019 году организация, которая осуществляет перевозки по данному направлению, увеличила стоимость одного пассажира километра, ну и, собственно говоря, подняла стоимость на свои услуги. Но за 7 лет увеличение стоимости примерно на 10%, в общем-то, это вполне разумно. Но предприятие повторно повышает стоимость на свои услуги уже в январе 2020 года, а затем в октябре 2020 года. То есть с 1 января по октябрь месяц 2020 года общий рост стоимости на данную услугу произошел на 30%. Это уже совершенно другие цифры и совершенно другая разница в цене. Поэтому мы, естественно, занимались этим вопросом. И уже в процессе рассмотрения заявления предприятия, посчитав, собственно говоря, то, что они заложили в стоимости, в свою результативность деятельности, снизили стоимость данной услуги и на сегодняшний день прорабатывают вариации, то есть каким образом нормализовать эту ситуацию. Но главный результат есть, стоимость у нас была снижена. Марина Анатольевна, не так давно Магаданцев взволновал вопрос повышения цен на бензин. Однако региональному монополисту никаких претензий не было высказано. Проблема бензина и стоимости нефтепродуктов, она актуальна для всей страны и в особенности для Дальневосточного федерального округа. Но нас с вами, конечно, интересует прежде всего Магаданская область. На территории Магаданской области цена на бензин является регулируемой. То есть еще в 2008 году приказом Департамента цены и тарифов Магаданской области были установлены предельные торговые надбавки на цену нефтепродуктов как в оптовом звене, так и в розничном сегменте, то есть на самих заправках. У нас основной поставщик нефтепродуктов ООО «Колыма нефтепродукт». Они привозят сюда нефтепродукты в танкерах, хранят здесь в соответствующих емкостях и уже в дальнейшем реализуют на автозаправочные станции. Значит, предельная торговая надбавка, которая применяется в оптовом звене на нефтепродукты, в частности АИ-92, составляет 16%. Наш поставщик применяет торговую надбавку до 10%, то есть сколько мы проверяем. Поэтому он не выходит за те пределы, которые предусмотрены на сегодняшний день действующим законодательством. Что касается розничного звена именно заправок. Значит, на сегодняшний день применяемая торговая надбавка на автозаправках Магданской области, в частности я говорю про «Отасмар», Магданнефта, на которых произошло повышение, составляет 3,5-3,6%, при допустимой розничной надбавке 15%. Поэтому, опять же, претензий к данным хозяйствующим субъектам у антимонопольного управления не имеется. Но в целом необходимо отметить, что, конечно, так как цена на нефтепродукты в нашем регионе является регулируемой, то цена зависит прежде всего от стоимости, по которой производится закупка нефтепродуктов у иногородних поставщиков. Соответственно, если мы в начале января, как раз с конца декабря, в начале января наблюдали рост стоимости нефтепродуктов на всей территории Дальнего Востока, то, в общем-то, логично, что через какой-то промежуток времени, который необходим для доставки его на территорию, разгрузки и поставки на автозаправочные станции, он будет наблюдаться и на территории Магаданской области. Поэтому у жителей всегда, конечно, возникает вопрос, почему, например, на всем Дальнем Востоке стоимость бензина снижается, а у нас она остается прежней. То есть пока не будет реализована более дорогая партия, ну, соответственно, не поступила более дешевая, цена у нас на нефтепродукты не снижается. Ну и тоже касается повышения. То есть повышение у нас происходит с задержкой. Но за счет этого временного лага мы видим и ситуацию определенной стабильности. То есть если, опять же, в конце января мы видели острый дефицит нефтепродуктов на территории Хабаровского края и иных дальневосточных регионов, то у нас в регионе это никак не ощущалось. Именно потому, что на территории всегда есть определенный запас нефтепродуктов, ну, в силу нашей логистики. Поэтому вот таким образом формируется у нас стоимость нефтепродуктов. И, собственно говоря, на сегодняшний день предъявить хозяйствующим субъектам, которые этим занимаются, нам нечего. Недавно в кассационной инстанции в Хабаровске была поставлена точка в другом деле, которая связана с нарушениями при заключении контракта со строительством Магаданского кванториума. Суд признал это нарушение. Тем не менее, кванториум сдан в эксплуатацию. Расскажите, чем в итоге все закончилось и какие последствия наступили? Значит, в прошлом году мы рассмотрели дело, вынесли решение по одному из национальных проектов, реализуемых на территории Магаданской области, именно строительстве и оснащении детского технопарка кванториума. Значит, на основании заявлений, поступивших от физических лиц антимонопольным органам было проведено расследование и возбуждено дело. В чем была суть нарушения? Значит, автономное учреждение закупается и осуществляет закупки и расходование всех бюджетных средств на основании закона о закупках для отдельных видов юридических лиц. Он несколько мягче, чем пресловутый 44-й закон. И, по сути, предполагает следующее, что организация сама устанавливает правила игры и правила, по которым она будет осуществлять те или иные закупки. Значит, для того, чтобы израсходовать бюджетные средства фактически без проведения каких-либо публичных процедур, денежные средства были доведены до такого автономного учреждения. А автономным учреждением в свое положение о закупке, то есть в свои правила игры, было внесено изменение о том, что данная организация имеет право осуществлять закупки на сумму до 150 миллионов рублей у единственного поставщика, то есть без проведения каких-либо публичных процедур. К чему это привело? То есть фактически это привело к тому, что данная организация могла фактически полностью игнорировать требования 223-го закона, закона о закупках для отдельных видов юридических лиц, и по своему усмотрению осуществлять любые закупки у единственного поставщика, не проводя никогда никакие торги. Собственно говоря, воспользовавшись данным положением, автономным учреждением и был заключен договор на реконструкцию детского технопарка Кванториум. И более того, да, сначала договор был заключен на одну сумму, там 115 миллионов примерно, а потом эта сумма была увеличена до 147 миллионов, ну, в общем-то, довольно внушительные суммы для нашего региона, это большие деньги. Ну и, собственно говоря, разбираясь в этой ситуации, антимнопольный орган признал, что такое положение в положении о закупках является незаконным и, собственно говоря, привело к заключению вот такого недействительного договора. По сути, этот договор является ничтожным, потому что заключен с нарушением требований действующего законодательства. Но организация не согласилась с нашим решением, обратилась в суд за защитой своих прав, и уже судами трех инстанций подтверждена правомерность выводов антимонопольного органа, что, по сути, это бюджетные деньги, и просто так осуществлять закупку уедпоставщика организация не имела права. И фактически внесение в положение о закупках условий, при которых нет необходимости в принципе применять 223-й закон является просто нивелированием этих норм. На сегодняшний день должностные лица привлечены к административной ответственности. В адрес правительства Магаданской области направлено информационное письмо, в котором изложена данная ситуация. Но помимо данного автономного учреждения у нас еще есть организация, в отношении которой также было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства и вынесено решение о нарушении. Поэтому мы обратились к правительству на сегодняшний день для того, чтобы они приняли соответствующие меры реагирования для либо унификации, например, всех положений о закупке автономных учреждений, которые финансируются из бюджета Магаданской области, либо принятие иных мер реагирования со своей стороны, так как, по сути, они являются распределителями бюджета. Марина Анатольевна, спасибо за беседу. Зрителям я напоминаю, это была передача «Разговор по существу». И мы беседовали с руководителем УФАС по Магаданской области Мариной Романенко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова